Агентство Чрезвычайных Новостей На северо-западе 26-летний парень прыгнул с восьмого этажа и чудом остался жив. Ужасающие кадры падения сняли на камеру мобильного телефона. Покажем это видео прямо сейчас. ЧП произошло днем в одном из домов по улице Чечерина. Акробат перемахнул через раму и отправился гулять по периметру балкона. Вот он цепляется за антенну и демонстрирует хорошую физическую подготовку. За его смелыми трюками прохожие сначала наблюдали, а потом вызвали спасатели. Любитель экстрима несколько минут удивлял очевидцев своим бесстрашием. Но в какой-то момент решил закончить вееричное выступление и отпустил руки. После полета с восьмого этажа парень остался в сознании. Его доставили в больницу. Он ударился о землю. Земля его самортизировала, что тоже ему помогло. Он самортизировал, его подкинул еще порядка двух метров вверх и второй удар был о земле. Мы сразу же к нему подбежали. Ценили его состояние. Он был в сознании. Внешних повреждений выявлено не было. По одной из версий, гулять по козырьку балкона парень пошел после ссоры с возлюбленной. Из горя решился на отчаянный шаг. Кстати, возможно, бесстрашным он стал под кайфом. Был ли парень в наркотическом опьянении, установят судмедэксперты. Кстати, это не единственный случай. Накануне аналогичным способом уйти из жизни пытался молодой человек в тракторозаводском районе. Он, заперся в квартире, даже написал предсмертную записку. Но отправиться на тот свет ему помешали спасатели. У него была вскрыта дверь. Пришлось его связать полностью. Он вел себя очень агрессивно. И вместе с психиатрической бригадой скорой помощи мы его транспортировали в машину. После расставания с девушкой 23-летний парень свел счеты с жизнью. С собой он покончил прямо под окнами дома своей возлюбленной. На месте ЧП побывал наш корреспондент. Труп нашли в машине у этого дома по улице Свободы. Оперативники установили. Придумал конструкцию и пустил угарный газ в салон автомобиля. Его тело нашли утром жильцы соседнего подъезда, когда вышли на работу. Их удивило, что машина была заведена всю ночь. Мы подошли посмотреть машину. Видим, что она заведена. Я вызвал сотрудников полиции. Они подъехали. Мы уже потом обнаружили. Открыли дверь и уже поняли, что молодой человек уже мертв. Прибывшие полицейские провели осмотр места происшествия. Думали, это могло быть убийство. Но все сомнения развеяла записка, найденная рядом с телом парня. Отравление получил угарным газом. И в машине в салоне находилась присмертная записка. В письме парень попросил прощения у родных и пообещал вечно любить свою избранницу. Известно, накануне он поссорился с девушкой. По предварительной версии он искал с ней встречи. А когда понял, что она к нему не вернется, решился на суицид. Попрощался со всеми и на своей страничке в социальной сети. Быть может, кто-то осудит, а кто-то просто скажет, что дурак. А я скажу так нужно и то, что я устал. Прощайте. Известно, что возлюбленная самоубийцы проживает в этом доме. По словам знакомых, встречались молодые люди около полугода. В роковой день девушка знала, что парень караулит ее у дома. И утром, когда его нашли, она просто прошла мимо знакомого автомобиля. Ольга Кокшарова, Наталья Юртова, 31 канал. О судили главаря жестокой банды, которая убивала дальнобойщиков. Предводитель разбойников, 23-летний Кирилл Индейкин, отправился за решетку на 19 лет. Его соратники еще ждут приговора. Криминальный квартет почти год орудовал на трассах Челябинской области. Парни нападали на дальнобойщиков. Водители большегрузов они избивали, связывали и еще живыми скидывали в эту яму. Здесь шоферы и умирали. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий были установлены места захоронения потерпевших, фрагменты и комплектующие части похищенных автомобилей. Следователям удалось доказать, что на счету этой банды 7 разбойных нападений и 4 убийства. Товары с похищенных фур они сбывали на рынках, а машины продавали по запчастям. Кстати, при обыске у разбойников изъяли целый боевой арсенал. Довольно его выдаешь? Довольно. Где он находился? При себе. Где при себе? В штанах. И вот Фемида вынесла приговор главарю банды, 19 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить родственнику одного из погибших дальнобойщиков 1 миллион рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован. Кстати, его трех помощников осудят уже совсем скоро. Оперативники Сосновского района устанавливают личность мужчины. Его труп обнаружили в кювете у старого фимского тракта. На вид погибшему 40-45 лет. Рост 175-185 сантиметров. Плотного телосложения. На теле обнаружены татуировки. На левом плече изображение женщины, на правом надпись синего цвета. Рядом с трупом нашли его одежду, дубленку коричневого цвета и вязаную шапку. Всем, кто узнал мужчину, просят сообщить по телефонам дежурной части. Предположительно, погибший мог быть дальнобойщиком, который стал жертвой дорожных бандитов. В мотивах самоубийства 11-летнего школьника разбираются следователи Калининского района. По одной из версий сыщиков, мальчика обвинили в краже кредитной карты. И, видимо, от обиды он спрыгнул с балкона восьмого этажа. Все случилось днем, когда ребенок пришел со школы. В этот момент маме мальчика позвонили родители одноклассника. По телефону они обвинили ребенка в краже кредитки. Якобы он украл пластиковую карту, когда был в гостях. Ребенок пытался объяснить, что невиновен, но ему не поверили. Я так полагаю, что это жест был, что он абсолютно прав, что он ни у кого ничего не брал, он не смог. Видимо, от обиды он и прыгнул с балкона восьмого этажа. После падения школьник еще был жив и, по словам знакомых, даже смог попросить у мамы прощения за свой поступок. Его увезли в больницу, и только там он помер. Здесь он еще был в сознании. Сейчас по факту смерти школьника ведется проверка. Пьяные разборки двух девушек закончились убийством. В ярости одна из хулиганок зарезала свою подругу. Все случилось поздно ночью. Во время посиделок одна девушка приревновала своего бойфренда к другой. После драки пьяные дамы разошлись, но обиженная вернулась на разборки с ножом кривнивой подруги и зарезала ее за оскорбление. На допросе она объяснила, что уводить чужих парней не собиралась, и обвинения своей подруги посчитала необоснованными. За это так и отомстила. Сейчас убийца задержана, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Помощник депутата оказался на скамье подсудимых. В суд направлено уголовное дело госслужащего, который устроил дебош в управляющей компании и ударил сотрудника полиции. Напомню, инцидент произошел полтора месяца назад. 33-летний помощник депутата обстрелял здание ЖЭКа из пейнтбольного ружья, но этом не успокоился. Заявился в офис и стал ломать технику и оскорблять сотрудников полиции. Ну давай, на самом деле, давай, вот вызови, вы сюда, вы сюда, вы сюда, в офис. А что ты вообще, а? Он потребовал отозвать иски, расстрелял офис компании из пейнтбольного ружья, расстрелял машину директора. В связи с чем были вызваны сотрудники полиции, которым он применил насилие в последующем. Ты понимаешь, что это? Женька, это моя, жена, блядь. Все его выходки сняли на видео и теперь в материалах уголовного дела. Эти кадры одно из главных доказательств его буйства. За рукоприкладство и брань в отношении служителя закона помощник депутата может отправиться за решетку. Музыкальный теракт в центре Челябинска. Неизвестный трубач заминировал Алайполе. Переполох среди горожан вызвал коричневый чемоданчик. Будительные граждане поспешили сообщить о находке в полицию. Территорию от торгового комплекса до пешеходного перехода цепили сотрудники полиции. Кинологи с собаками осмотрели подозрительный багаж и весьма удивились. Вместо взрывчатки в футляре они обнаружили духовую трубу. Оказалось, прохожих испугал забытый музыкальный инструмент. Бесхозную находку они приняли за взрывоопасный объект. Эвакуация граждан не производилась. Сотрудниками ОМОН с использованием служебно-разохранной собаки был изучен данный пресходный предмет. Взрывчатых веществ обнаружено небо. Спустя 40 минут оцепление сняли. Опасная находка. В МИАСе во время субботника жители нашли боевой снаряд. Это кадры оперативной съемки. На них видно, как стражи порядка внимательно изучают боеприпас. Снаряд обнаружили горожане у забора одного из предприятий. И сразу же сообщили полицейским. Стражи порядка эвакуировали напуганных жителей и определили. Снаряд оказался холостым. Ожидается прибытие группы взрывотехников Сотолусского ОМОНа. После чего данный снаряд будет везен в Сотолусск и проведено исследование. Сухой день в Кыштыме. На магистральном водоводе обрушился колодец. В итоге больше 6 тысяч человек почти на сутки остались без воды. Людям пришлось набирать воду в ведра из автоцистерны пожарных машин. В школах и детских садах отменили занятия. Но уже на следующий день коммунальная авария была устранена. Мировые судьи начали слушание по делу жильцов поселка Мелькомбинат и управляющей компанией. Исковое заявление подали коммунальщики. Они просят оплатить счета за ремонт ветхоаварийного дома. Но жители здания считают, не должны никому ни копейки. Почему, знает наш корреспондент. В зале суда только судья и ответчик. Оправдываться за неоплаченные коммунальные счета Лилии Тухватулиной не перед кем. Ведь истец не явился. Руководство Римжилзаказчика попросило рассмотрение дела в их отсутствии. Женщине выставили счет в 12 тысяч рублей за якобы проведенный ремонт. Вот только ответчица не понимает, почему должна платить за то, что еще не сделано. На нас не обращают никакого внимания. До 38-го дома идет работа, мы ходим в жилзаказчика, вплоть до уборки территории. В нашем доме вообще никто не подходит. Ни уборщица, ни дворник, ни ремонтники. Платить Лилия Тухватулина перестала тогда, когда дом-пенсионер стал буквально разваливаться. По стенам пошли трещины и стал рушиться потолок. Из-за того, что не производит ремонт даже элементарной крыши, вот это обрушение, вот эта дыра, она перешла ко мне в квартиру. Жить в таких условиях стало невыносимо. Жильцы боятся, дом может сравняться с землей. Когда люди наведались в управляющую компанию, получили ответ. Ремонта можно не ждать еще лет 20. Чтобы на асфальт собрать полмиллиона, им надо 20 лет прожить там. Но несмотря на это судья постановила, прежде чем предъявлять претензии к ЖЭКу, стоит сначала оплатить услуги. Для того, чтобы с ней что-то не было, для начала надо оплатить услуги. Лилия Тухватулина не платит два года, а ремонта в доме не видели уже 12 лет. Вот и получается, долг оплатить все-таки придется, чтобы потом подать встречное заявление уже на управляющую компанию за несоответствующее оказание услуг. Я пока не намерена гасить задолженность, пока я не выясню причину, почему нам не оказываются услуги по ремонту и обслуживанию. А это значит, что борьба с коммунальщиками продолжится. Пойти на мировую женщина согласна только тогда, когда услышит конкретную дату проведения такого долгожданного ремонта. Ольга Кокшарова, Татьяна Соколовская, Анастасия Шкитина, Тимур Юнусов, Наталья Юртова, 31 канал. Дом, в котором взорвался газовый баллон, решили отремонтировать. Цена вопроса 2 миллиона рублей. Деньги направят на восстановление разрушенных стен и кровли жилого помещения. Напомним, ЧП произошло в декабре прошлого года в поселке АМЗ. В одной из квартир на втором этаже в доме по улице Трактовая рванул баллон с голубым топливом. Взрывной волной выбило стекла, повредило перекрытие и две несущие стены. Мало того, пострадала и соседняя двухэтажка. Во всех балконах вылетели стекла. Кормила ребенка, произошло вообще, думала, землетрясение, толчок какой-то. Ну и все, напугались, ребенок напугался. Из-за угрозы обрушения здания жильцов попросили на время покинуть свои квартиры. Все, кто куда, смогли уехать, а теперь они, не знаем, ничего нам не предлагают. Куда, где кто будет жить, неизвестно. Накануне пострадавшее от взрыва дом было решено восстановить. Сумма, которую планируют направить на ремонт, превышает 2 миллиона рублей. Семейная пара отправится под суд за мошенничество. Предприимчивые родители решили разбогатеть за счет ребенка. Но махинацию с мастеринским капиталом раскрыли полицейские. На полученные за рождение малыша деньги супруги приобрели квартиру у своей родственницы. А спустя некоторое время договором дарения передали жилплощадь прежней хозяйке. В результате чего получили на руки 380 тысяч рублей. По результатам рассмотрения данных материалов вводили полицию номер 6 УМВД по городу Челябинску. Возбуждено уголовное дело. Известную челябинскую правозащитницу подозревают в хранении наркотиков. Накануне сотрудники полиции задержали Оксану Труфанову. В ее автомобиле и личных вещах искали запрещенные вещества. Они досмотрели нашу машину, вывернули все карманы, заставили выложить все. Я предъявила им удостоверение свое. Но они ничего не слышали. В момент задержания в машине правозащитницы находились французские журналисты. Иностранцам она содействовала в съемках документального фильма про бунт в Копейской колонии. Кстати, во время тюремного митинга Труфанова тоже оказалась в эпицентре событий. Женщине досталось дубинкой по затылку от ОМОНовца. А в день падения метеорита она получила серьезные травмы головы. Задержанные заявили о противоправных действиях полицейских и намерены написать жалобу в прокуратуру. Жительница Узбекистана арестована за хранение и сбыт наркотика. Смертельный товар она вместе с двумя другими мигрантами сбывала прямо на съемной квартире в Челябинске. Тревогу забили жильцы дома, когда увидели, как новые соседи выносят подозрительные мешки. Наркополицейские тут же наведались в гости к иностранцам. Женщина сразу выдала тайник, где были спрятаны порядка двух килограммов наркотика. Наркодилершу арестовали, а двух ее сожителей привлекли к административной ответственности. Ну что боялись? Купили где-то компьютеры? Открыли окно в Европу? Так ведь дорогие, Женины, черпот, Алексеевич. Дорогие. Техностоки. Компьютеры с комплектующих дешевле соберут. Техносток. Братьев кошириных 12Б. Напротив цирка. Спонсор выпуска Дисконцентр Техносток. В магазине распродажа планшетных компьютеров. Эксперт Лайн за полцены. Это значит купить его можно всего от полутора тысяч рублей. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Отец избил детей и попал в психушку. Грузовик привез пиво прямо в трамвай. И без помощи ребенок может лишиться глаза. Не пойму я тебя, Анк. Кого ты больше любишь? Петку или пулемет? А я, Василий Иванович, с них обоих грязь стираю. А я куплю Анке стиральную машинку в Техностоке. И забудет она про свой пулемет. В садке местный житель до полусмерти избил маленького сына и дочь. 11-месячный малыш попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. А его старшая сестра госпитализирована с множественными ушибами и ссадинами. Полиция задержала дебошира. На допрос вызвали и мать. Ведь во время буйства супруга женщина просто убежала, оставив детей с разъеренным мужчиной. Сейчас я буду составлять на вас административный протокол, так как вы бросили своих детей, оставили их в опасности. Так ведь, по сути, получилось, да? Ну да, так получилось, то что я оставила в опасности. Ребенок сейчас переживает, он ждет вас. Раньше никогда не обижали ребенка? Женщина пытается оправдаться в райотделе. Говорит, застолье устраивали частенько. Но почему супруг буквально озверел, не знает. Мать сама была пьяна. Но помнит, что когда муж стал крушить все в доме, она оделась и убежала. Детей не взяла, и малыши попали под горячую руку отца. Я говорю, Катя, что случилось? А за ней Женька бежит уже голый, в них трусах. Отец. Женька это кто? Отец еешний. Ее отец. Она говорит, тетя Люба, он меня бьет, говорит. Он меня бьет, говорит. Ты Диму, говорит, там бьет. Вот так, говорит, Диму берет, подымат и бросат. Подымат и бросат. И меня, говорит, подымат и бросат. Полицию вызвали соседи. Пятилетняя девочка сумела сбежать от озверевшего папаши. В доме остался 11-месячный малыш. Всю свою злость отец выместил на нем. Я давай снова в милицию звонить. Я говорю, скорее, как бы он там Димку-то уже не убил ребенка-то. Но они быстро приехали. Он им открыл двери, а уже весь в кровище. Ребенка-то, видишь, что сделал. Мальчика госпитализировали. Сейчас он в реанимации. Старшую дочь осмотрели медики. У нее синяки и ссадины. Ребенка тоже оставили в больнице. Прибыв на место, обнаружили взрослого мужчину 84-го года и несовершеннолетнего ребенка приблизительно в возрасте одного года, который находился в бессознательном состоянии. На мать составили административный протокол за то, что оставила детей в опасности. Отца направили в клинику для душевнобольных. Сейчас он под наблюдением психиатров. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ольга Кокшарова, 31 канал. Транспортники выставили счет водителю грузовика с пивом. Из-за ЧП движение трамваев было парализовано на два часа. Только по примерным подсчетам сумма ущерба за простой составила более 40 тысяч. Как случилась авария, наш корреспондент понял, побывав на месте происшествия и отсмотрев камеры наблюдения. Час-пик перекресток проспекта Победа и улицы Чиковского. Грузовая «Газель» выезжает на красный сигнал светофора и сталкивается с двумя трамваями. Машина прямо по центру. Видит, что наш вагон последний. Вот так врезается вагон. Это кошмар. Гладно бы хвостик только задело. Тут прямо по центру вагона. Мы вообще сильно напугались. У нас вагон прямо на ту сторону маленького искривления вагона получил. Мы уже напугались, чтобы туда не свалились вообще. В общественном транспорте находились 15 человек. Никто из них не пострадал. Помощь потребовалась только пассажиру грузовика. Он оказался заблокирован в машине. Доставали пострадавшего городские спасатели. А зажало-то что между педалью? Ты ее видишь вагонке, нет? Сможешь заглянуть? Кабину грузовика буквально расплющило между вагонами. Спасатели за несколько минут освободили пассажира «Газели». На месте дежурила бригада медиков. Врачи оказали ему первую помощь. По предварительным данным, у бычка, груженного пивом, отказали тормоза. Правда это или нет, установит экспертиза. Тем временем ремонтировать и красить трамваи, вставлять выбитые стекла. Транспортникам предстоит за счет страховки. А вот простого общественного транспорта водителю грузовика придется заплатить из собственного кармана. Тамара Герасимова, Сергей Братчиков, Надежда Головина, 31 канал. ДТП в Магнитогорске. Легковушка столкнулась с грузовиком. Три человека пострадали. Последствия аварии попали в камеру видеорегистратора. Все случилось днем. Водитель «семерки» выехал навстречку и столкнулся с автомобилем «Газ». Вот что осталось от машины. ВАЗ седьмой модели превратился в груду железа. В этой легковушке сидело три человека. И только чудом никто из них не погиб. С различными переломами их госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал. В Магнитогорске иномарка вылетела на рельсы и загорелась. Водитель успел выбраться из салона и не пострадал. Как полыхало дорогое авто, сняли на камеру мобильного очевидца. По словам свидетелей, во время движения у машины лопнуло колесо. Водитель не смог справиться с управлением, и автомобиль забросило на рельсы. После чего БМВ третьей модели самопроизвольно вспыхнул. Хозяин успел покинуть салон полыхающей легковушки и остался жив. Тем временем огонь почти полностью уничтожил элитную иномарку. Почему она загорелась, будут выяснять эксперты. Нелепое ЧП произошло на Свердловском тракте. Фура с аамарскими номерами слишком резко вошла в поворот. Перевозимый груз пробил стенку полуприцепа и вывалился на проезжую часть. Целую полосу завалило ржавыми запчастями от грузовиков. Как у него такое получилось, водитель объяснять отказался. Не смогли это понять и случайные свидетели. Зато дорожники теперь ломают головы. Кто будет восстанавливать покосившееся ограждение? Пьяному лихачу вынесли переговор. Чебаркульский суд на 4,5 года отправил мужчину за решетку. Напомню, жуткое ДТП случилось в Чебаркуле в прошлом году. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 в сильном алкогольном опьянении врезался в Форд. От удара иномарку выбросило навстречу и в нее врезалась восьмерка. После чего Форд загорелся. В итоге водитель и женщина-пассажир иномарки заживо сгорели в машине. И вот Фемида вынесла приговор виновнику. 4,5 года колонии поселения. Также после освобождения лихач будет лишен прав на 3 года и должен выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда. Почти миллион рублей. Хоккейные фанаты или банда вандалов. Болельщики московского «Динамо» изуродовали челябинский аэробус. Салон расписали непристойными словами и обклеили стикерами. Столичным гостям выделили самый лучший транспорт. Автобус доставлял хоккейных фанатов из аэропорта до ледовой арены. После их короткого путешествия машину отмывали полтора часа. Эти рисунки и наклейки – малая часть того, что оставили после себя почитатели хоккея. После матча прямо в транспорте болельщики устроили настоящую попойку. «Бутылки валялись, банки валялись пивные, бумага разорвана, не знаю, что за бумага, белая какая-то разорвана». Даже нужду поклонники московского «Динамо» справляли, не отходя от места. На замечания водители не реагировали. Всю поездку дебоширы оскорбляли команду трактора и шофера. За поведение фанатов предстоит ответить руководству московской команды «Динамо». Водителей маршруток встречала полиция. Инспекторы ГАИ искали среди них тех, кто водит микроавтобусы без прав и нарушает законы. Также проверили техническое состояние машин. Сколько водителей закончили свой рабочий день в райотделе – подробности в сюжете Ольги Кокшаровой. А вот и первый нарушитель. Водитель этого микроавтобуса припарковался в неположенном месте, прямо под знаком пешеходного перехода. Такое нарушение сотрудники полиции не оставили без внимания. Обзор закрывает, люди не могут дорогу перейти нормально. При проверке документов этого водителя выявлены признаки подделки водительского удостоверения. Подозрения вызвали и водительские права шофера. ГАИшников заинтересовали странный цвет и шрифт. Сомнительные документы забрали на экспертизу. А у этого автобуса четвертого маршрута нашлись технические нарушения. Резина на колесах практически стерлась, а значит ездить опасно. Нарушения нашлись и в салоне микроавтобуса. Выявлен демонтаж одного места в салоне. То есть вот, пожалуйста, можно нам заснять, посмотреть, что имеются места для крепления сиденья. Вот такое уже точно. Данное сиденье было демонтировано отсюда. Запасной выход заблокирован колесом, а значит при ДТП им не воспользоваться. Но у водителя свои оправдания. Работа четвертой недели только. Какой я его принял, такой и есть. А у этого водителя неполадки с путевым листом. Сотрудники миграционной службы и полиция сравнили инициалы на правах с информацией в выписке. Несоответствие налицо. Все горе-водители получили приглашение в местный отдел полиции. Ольга Кокшарова, Денис Оснач, 31 канал. Сбежавшая невеста, 19-летняя жительница Южноуральска подалась в бега из-за любви. А родственники решили, что ее похитили и обратились в полицию. Стражи порядка нашли беглянку в Саратовской области. Оказалось, юная дама пересекла полстраны по велению сердца. Накануне исчезновения родственники не одобрили ее избранника. Обиженная дама собрала документы и сбежала к возлюбленному. По заявлению родственников, они в Саратовской области жили. Она вместе с мальчиком, которым уехала, ходила в школу. Сейчас родные 19-летней девушки купили билет домой и ждут ее возвращения. Ребенку нужна помощь. Тимофей Фастовец нуждается в операции по удалению опухоли. У трехмесячного малыша обнаружили рак правого глаза. Тревогу забили родители, когда увидели непонятный блик в глазу сына. Тогда они еще не знали, что такое свечение сетчатки. Один из симптомов – двусторонние ретинопластомы. Или проще – злокачественные опухоли. Тимофея сразу показали медикам. Мальчику сделали УЗИ и подтвердили, что у ребенка онкология. Предложили ехать в Москву по квоте. То есть у ребенка очень маленький, делать химиотерапию. Они сталкивались с этим впервые. И они боялись делать ему химиотерапию, что он очень маленький, потому что это было ему полтора месяца еще. И удалять глазик, естественно, у нас был шок. Чтобы сохранить глаз, родители стали искать альтернативные пути лечения. Через интернет вышли на людей с похожей проблемой в Израиле. И выяснили, что в местных клиниках детей с таким диагнозом успешно лечат. Вот только курс химиотерапии стоит недешево. Нам выставили счет на полгода, то есть за 6 курсов химиотерапии и процедуры – 3 миллиона 600 тысяч. На руках у родителей уже есть часть необходимой суммы – почти полтора миллиона рублей. Собрать предстоит еще столько же. Реквизиты для помощи мальчику только на сайте 31 канала. Пернатая потасовка в центре Челябинска. Вороны атаковали полярную сову. Как редкая птица угодила в мегаполис – неизвестно. Полярные совы живут в пределах Ледовитого океана. Не исключено, что пернатая хищница улетела из какого-то зверинца. Кстати, лесные обитатели в последнее время зачастили в город. Недавно глухарь пробил стекло на местном заводе и перепугал рабочих. Птицу отвезли к ветеринару. Сейчас крылатого гостя готовятся вернуть в лес. Лосенка, сбитого под Озерском, усыпили. Животное оказалось заражено радиацией. К тому же с такими травмами парнокопытное не смогло бы выжить в дикой природе. Четвероногий пешеход попал под колеса Лады Калины. На место ДТП прибыла целая бригада спасателей, зоозащитники ГИБДД и ветеринары. Животное находилось в шоковом состоянии. У лесного зверя был раздроблен тазобедренный сустав и открылось внутреннее кровотечение. Поэтому приняли решение его усыпить. Также стало известно, что лось пришел из зоны повышенной радиации. Его проверили дозиметром и выяснили, животное облучено. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе.